Приветствую вас и отвечаю на вопрос о том, что это, мне бы хотелось ответить вам так. Пожалуй, есть два аспекта, два момента, которые мне бы хотелось пояснить. Первый момент касается непосредственно того, как это поведение объясняется. Объясняется поведение чем-то, мужчина не желает дать на себя ответственность за ребенка, не желает, возможно, быть отцом. Он испугался этого, он понимает, что данное от него будет требовано гораздо больше, чем требовало раньше. А мужчина в силу своего развития, в силу, может быть, своего характера, в силу своего психического состояния, в силу своего отношения к жизни, в силу своей философии, не готов к тому еще, чтобы быть отцом, чтобы нести такую ответственность. Именно поэтому он испугался. Он испугался и не захотел. Можно сказать, что мужчина этот, испытывая к вам весьма специфичные чувства. То есть, вначале, вроде бы как, он был настроен серьезно. Вы пишите, что вы хотели за себя ребенка и, в общем-то, долго пытались это сделать, но у вас не получалось. Как я понял, мужчина согласился даже на лечение. То есть, он лечился для того, чтобы где-таки ребенка зачать. Но когда это случилось, он просто испугался и понял, что это не то, чего ему бы хотелось, это не то, к чему он стремится, это не то, чего он сейчас желает. Почему так произошло? Потому что, на самом деле, мужчина, вероятно, уверен в том, что ничего хорошего ребенку он дать не сможет. Ничего хорошего он его не научит и ничего положительного, ничего позитивного ему не даст. Возможно, это подсознательное осознание того, что отец из вашего мужа будет очень плохой. Возможно, это неуверенность в себе, а, возможно, и комплексы. Мужчина понимает, что его ребенок будет иметь отцаемость, то есть иметь полную семью. А поскольку у мужчины есть, вероятно, обиды на свою семью, на то, что он рос без нее, то мужчина, вероятно, завидует уже своему ребенку и не хочет, чтобы у того была полная семья, а у его отца нет. На самом деле, такие обиды, это очень серьезные проблемы, это очень ощутимые конфликты, ощутимые противоречия в жизни взрослого человека. И они мешают ему самому, они, к сожалению, мешают вам очень сильно. И, вы знаете, мужчина попросту, попросту оказался не готов к действительности, действительности, в которой он попал. Так бывает, к сожалению, этим страдает не только ваш муж, но и некоторые другие мужчины тоже. Я вам истинно сочувствую, сочувствую, что вам пришлось уйти, сочувствую, что мужчина вот так вас сбросил. Если есть надежда, что мужчина одумается, не торопитесь пока с решениями, с выводами, дайте ему возможность переосмыслить то, что он делает. Может быть, он захочет все вернуть. Если нет, тогда вам нужно, как бы, может быть, через суд доказать его ответственность и изыскивать с него алименты, чтобы он платил за своего ребенка, тем самым помогая вам. По сравнению других, рекомендации в этом случае, в этой ситуации дать невозможно. Еще вам рекомендую не отозляться на мужчин вообще, потому что они все мужчины такие и есть серьезные, ответственные ребята, которых примут не только вас, но и вашего ребенка. Вам нужно просто, может быть, заново строить отношения, только уже немножечко на других основаниях, может быть, не так слепо верить человеку, не так доверять ему, смотреть на его поступки, на его отношения к себе, чтобы в будущем у вас не повторялась такой вот ситуации, которую вы сейчас общали, ибо она, эта ситуация тяжела и для вас, и для вашего ребенка тоже. В заключение мне бы хотелось вам сказать так. Я желаю вам терпения, я желаю вам выдержки, я желаю вам упорства, я желаю вам мужества на самом деле. Но отчаиваться не стоит, если вы видите, что мужчина настроен решительно в отношении того, чтобы не участвовать в жизни ребенка, если он поступил с вами таким чудовищным способом, то вам нужно искать другого человека, другого мужчину. И желательно вам найти его как можно быстрее, чтобы он принял вас и обеспечил всем необходимым, дабы детство у малыша было бы хорошим, спокойным и так далее. На этом все. Надеюсь, что помогу вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи.